Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Западные санкции сами по себе не приведут к падению режима, но они означают массированное давление на белорусскую власть. США, Канада, Великобритания, а также Швейцария ужесточили санкции против режима Лукашенко в годовщину начала политического кризиса, синхронизировав свое давление с четвертым пакетом санкций ЕС. Белорусские власти пытаются отвечать, но выглядит это беспомощно, как в случае отзыва Агримана в назначении Джули Фишер, американским послом в Белоруссии. Звучат различные прогнозы относительно рисков западных санкций для официального Минска. Чем же на самом деле опасны западные санкции? Белорусский партизан адресовал этот вопрос экономисту Марголину. Санкции США, опасные для официального Минска, своей систематичностью никогда еще не было, чтобы с интервалом. В два месяца США ввели два пакета санкций, причем если раньше эти санкции во многом носили моральный характер, вводили санкции в отношении предприятий, с которыми массово не работали сами и не запрещали работать третьей стороне, то сейчас дело куда серьезнее. Речь идет и о вторичных санкциях, не только в отношении белорусских предприятий, но и в отношении тех предприятий, которые собираются работать с белорусскими партнерами. На мой взгляд, сложно оценить потенциальный ущерб, потому что кроме прямого действия, санкции имеют еще и косвенное воздействие. Что я имею в виду? Введенные санкции против белорусских предприятий. В европейском банке сидит клерк, который получает платежку в адрес белорусского предприятия. По-хорошему у него перед глазами должен находиться список санкционных предприятий, но конечно этого не будет. Более добросовестный клерк будет искать список санкционных предприятий, в менее добросовестный просто вернет платежку обратно платильщику, пусть сам разбирается. Есть очень много бизнеса в предприятии, которые будут реагировать на слово «Беларусь нервно». Зачем лезть в неприятности, если проще вообще не иметь дело с подсанкционными предприятиями? Десятая доля процента? Товарооборота по году не сделает. Вообще просчитать потери можно будет только по факту. Тут важнее не количественный момент, а массированное давление на белорусскую власть. История показывает, что режим от санкций капитулирует редко и уж по крайней мере не в первый год действия санкций. Какие уж санкции вводились против Ирана, Иран до сих пор жив. Хотя и не скажу, что здравствует. В Беларуси рынки поменьше и ресурсов куда меньше, но рассчитывать, что санкции введут и тут же экономика рухнет, наивно. Санкции будут оказывать давление наряду с остальными факторами. В комплексе все это действует и на экономику, и на чиновников, и на силовиков. К слову, также стало известно о том, что Абсолютбанк опубликовал информацию о приостановке ряда операций. Прекращается выдача и обслуживание банковских платежных карточек международной платежной системы ВИЗА. Остановлены все переводы денежных средств в иностранной валюте, кроме переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах. Приостановлена отправка и выдача переводов в международной системе Western Union. Кстати, накануне Николай Холезин сообщил, что банк также остановил все операции с долларами США. С перебоями работают операции с евро. По информации Холезина, сейчас Абсолютбанк пытается уговаривать банки-партнеры помочь в осуществлении платежей, а клиентам не обещают ничего даже на день вперед. Большинство сотрудников и руководство банка уже начало искать другую работу. Напомним, 9 августа Абсолютбанк попал под санкции США. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите свой комментарий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!